Уважаемые коллеги, разрешите представить доклад «Эффективность и действенность вакцинации против COVID-19 в Республике Беларусь», подготовленный коллективом авторов на базе кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета, Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии и 28-й поликлиники города Минска. К настоящему времени в мире накоплены достаточно обширные и неоднозначные данные об эффективности вакцинации против коронавирусной инфекции. Известно, что широко распространенные вакцины против коронавирусной инфекции показали высокую эффективность против симптоматического заболевания, тяжелых форм инфекции и летальных исходов, вызванных исходным уханским штаммом коронавируса, а также альфа-вариантам, которые преобладали в начале 2021 года. Небольшое снижение эффективности вакцин наблюдалось против легкой формы заболевания, вызванной бета- и дельта-штаммами, однако против тяжелого заболевания она оставалась высокой в течение как минимум 6 месяцев после первичной иммунизации двумя дозами. Эффективность вакцины против симптоматического заболевания, вызванного штаммом омикрон, оказалась значительно ниже, чем вызванного дельта-вариантом. Целью нашего исследования было оценить эффективность и действенность воздействия вакцинации против коронавирусной инфекции на основании эпидемиологических критериев в реальных условиях Республики Беларусь. Дизайн исследований – это выборочное, контролируемое когортное исследование. Материалом исследования послужили данные медицинских карт амбулаторного больного и журнала учета профилактических прививок. Одно из поликлиник города Минске. Копериод наблюдения был с апреля 2020 года до марта 2023 года. На основании данных журнала учета профилактических прививок и данных медицинских карт амбулаторного больного были сформированы база данных, содержащая сведения о пациентах, привитых вакциной гамм-ковид-фак. Это 3442 пациента и база данных, содержащая сведения о невакцинированных пациентах. Базы содержали сведения о дате рождения, поле пациентов, сведения о перенесенной коронавирусной инфекции, пневмониях, коронавирусной и некоронавирусной этиологии, наличие заболеваний, по поводу которых пациент состоит на диспансерном учете, количество перенесенных острых респираторных инфекций, количество вызовов скорой медицинской помощи и длительности госпитализации по поводу пневмонии. Из баз данных сплошного исследования были сформированы две выборки. Основная группа, которая включала 1564 пациента, вакцинированных против COVID-19 вакциной гамм-ковид-фак не менее двух раз, при этом вторая доза вакцины была введена в период с марта по июнь 2021 года. Из когорта исключены лица, перенесшие коронавирусную инфекцию до 1 июля 2021 года и умершие до этого времени. Контрольная группа включала в три раза большее число пациентов, не вакцинированных весь период наблюдения. Данная контрольная группа соответствует основной по полу, по возрасту, по доле лиц в каждой полувозрастной группе, состоявших и не состоявших на диспансерном учете до начала пандемии. На следующем этапе группу вакцинированных разделили на две, получивших только две дозы вакцины без бустерной вакцинации и получивших три и более доз вакцины. Численность групп при оценке эффективности вакцинации во время 4, 5, 6 и 7 волн представлены на слайде. Контрольные группы подбирались к указанным группам в каждую из волн и включали в три раза большее количество пациентов, соответствующих по полу, возрасту и факту диспансерного наблюдения на момент начала пандемии. Для оценки эффективности вакцинации рассчитывали риск возникновения первого случая коронавирусной инфекции, риск возникновения всех, в том числе повторных случаев COVID-19, риск развития пневмонии и коронавирусной этиологии. Для оценки действенности или воздействия вакцины рассчитывали риск возникновения пневмонии без учета этиологии, риск возникновения летального исхода по всем причинам, риск возникновения заболевания, по поводу которого пациент поставлен на диспансерный учет во время этой волны, и риск развития острой респираторной инфекции, вероятность вызова скорой медицинской помощи по поводу пневмонии и среднюю длительность геспитализации по поводу пневмонии. Показатели эффективности и действенности вакцинации – это индекс эффективности, коэффициент эффективности, абсолютное снижение риска, число вакцинированных пациентов на один предотвращенный неблагоприятный исход и снижение популяционного риска на каждые 10% охвата прививками, которое отражает снижение риска возникновения случая у населения на каждые 10% увеличения охвата вакцинации. На данной диаграмме представлена заболеваемость коронавирусной инфекцией населения Республики Беларусь и населения, обслуживаемого поликлиникой, выраженная нормированными к среднему показателям. Мы видим, что подъемы и снижение заболеваемости были синхронны в целом по Республике и на территории поликлиники, но амплитуды волн на территории поликлиники были выше, чем в среднем по Республике. На основании этой динамики мы весь период времени разделили на 6 волн, каждая из которых длилась по 5-6 месяцев. На протяжении каждой из волн доминировали различные варианты возбудителя. Наши пациенты вакцинировались во время 3-й волны. Эффективность и действенность вакцинации мы оценивали по риску их заболеть во время 4-й, 5-й, 6-й и 7-й волн. На данном слайде мы представили длительность волн. Хотим отметить, что во время 4-й волны доминировал вариант дельта, во время 5-й и в последующих волн уже доминирующим вариантом был омикрон. На данном слайде представлены показатели заболеваемости коронавирусной инфекции на территории поликлиники, случаев на 100 человек в месяц. В анализируемой нами 4-ю и 5-ю волны заболеваемость была достаточно высокой, но между показателями в эти волны не было статистически значимых различий на территории поликлиники. Во время 6-й и 7-й волны заболеваемость снизилась более чем в 10 раз, а в 7-й волны в 20 раз. Показатели заболеваемости были очень низкими и статистически значимо между собой не различались. Поэтому во многом нам не удалось оценить эффективность вакцинации в эти волны за счет очень низкого уровня заболеваемости. На данном слайде представлены показатели заболеваемости первым случаем коронавирусной инфекции в основной и в контрольных группах в 4-ю, 5-ю, 6-ю, 7-ю волны. Различия в заболеваемости привитых и непривитых были статистически значимыми во время 4-й волны, когда доминировал дельта вариант вируса, и во время 5-й волны, когда доминировал вариант омикрон. В 6-ю и 7-ю волны нам не удалось увидеть статистически значимых различий между группами привитых и непривитых. Это обусловлено низким уровнем заболеваемости в этот период. По результатам исследований более 90% населения уже имели антитела вне зависимости от вакцинального статуса в этот период. Поэтому здесь были низкими риски заразиться как у привитых, так и у непривитых. Что же касается 4-й и 5-й волны, то в 4-ю волну риск заболеть коронавирусной инфекцией впервые у привитых был в 1,5 раза ниже, как и в 5-ю волну. Коэффициент эффективности составил в 4-ю волну 35%, в 5-ю волну 32%. Вакцине удалось предотвратить 43 случая на каждую тысячу пациентов в 4-ю волну и по 27 случаев на каждую тысячу пациентов в 5-ю волну. Для того, чтобы предотвратить один случай коронавирусной инфекции, необходимо было привить 23 пациента в 4-ю волну и 38 пациентов в 5-ю. Аналогичные результаты мы получили при оценке заболеваемости всеми случаями коронавирусной инфекции, в том числе повторными. Здесь также заболеваемость привитых и непривитых отличалась в 4-ю и 5-ю волну и не было статистически значимых различий в 6-ю и 7-ю волны. Коэффициенты, индексы эффективности, абсолютное снижение риска и число вакцинированных пациентов на один предотвращенный эффект при сравнении показателей, оцененных только для первого случая и в том числе для последующих, отличались незначительно только в 5-ю волну, но различия не были статистически значимыми. В 4-ю волну повторные случаи коронавирусной инфекции практически не регистрировались, в 5-ю волну их было достаточно много. Эффективность вакцины в отношении предотвращения пневмонии коронавирусной этиологии была выше. Так, заболеваемость привитых пневмониями была в 2,5 раза ниже, чем непривитых во время 4-й волны, в 3,2 раза ниже во время 5-й волны. Коэффициенты эффективности составили, соответственно, 60 и 68%, но абсолютное снижение риска было несколько ниже, и предотвращенных случаев на 1000 привитых пациентов было 20 в 4-ю волну и 11 в 5-ю волну. Вакцинировать необходимо было 47 человек для того, чтобы предотвратить один случай пневмонии в 4-ю волну, и 91 человек для предотвращения одного случая пневмонии в 5-ю волну. Похожие показатели заболеваемости мы получили при оценке заболеваемости пневмониями без учета этиологии. Соединительная характеристика представлена на данном слайде, и мы видим, что показатели значимо не отличаются, поэтому можно было во время 4-й и 5-й волны ориентироваться на показатели эффективности на основании оценки всех случаев пневмонии без учета коронавирусной анатиологии. На следующем этапе мы оценили число вызовов скорой медицинской помощи по поводу пневмонии у привитых и непривитых. Так, в 4-ю волну привитые вызывали скорую медицинскую помощь по поводу пневмонии в 2,6 раза реже, а в 5-ю волну в 4 раза реже, чем непривитые. Коэффициенты эффективности составили 61,75%. Соответственно, для того, чтобы предотвратить один вызов скорой медицинской помощи, необходимо было вакцинировать 71 пациента во время 4-й волны и 132 пациента во время 5-й волны. Количество койко-дней стационарного лечения также отличалось среди пациентов привитых и непривитых. Так, в 4-ю волну индекс эффективности составил 2,3%, а в 5-ю волну он составил 8,8%. Коэффициент эффективности в 4-ю волну составил 56%, в 5-ю волну 89%. Для того, чтобы уменьшить длительность госпитализации на один день, необходимо было вакцинировать в 4-ю волну 14 пациентов, а в 5-ю волну 28 пациентов. Мы также оценили летальные исходы в группе привитых и непривитых. Хотим отметить, что в группе привитых ни одного летального исхода по причине коронавирусной инфекции не было. В группе же непривитых каждый пятый умерший умер от коронавирусной инфекции. Мы сравнили смертность по всем причинам в группах привитых и непривитых и увидели статистически значимые различия между группами в 4-ю и в 5-ю волну. В 6-ю и 7-ю волну они тоже были в пользу привитых, но различия не были статистически значимыми в силу небольшого числа наблюдений. Индексы коэффициента эффективности в отношении предотвращения летального исхода были максимально высокими по сравнению с предотвращением пневмонии и в целом симптоматической коронавирусной инфекции. Итак, смертность от всех причин в группе привитых в 4-ю волну была в 14 раз ниже, чем среди непривитых, в 5-ю волну в 12 раз ниже, чем среди непривитых, но абсолютное снижение риска, конечно, было меньше, чем пневмонии и коронавирусной инфекции. Вакцинация позволяла предотвратить по 9 летальных исходов на 1000 вакцинированных пациентов в 4-ю волну и 7 летальных исходов на 1000 вакцинированных пациентов в 5-ю волну. Мы также оценили вероятность развития хронического заболевания среди привитых и непривитых. Во время 3-й волны, в тот период, когда вакцинировались пациенты, различий в частоте постановки их на диспансерный учет не было, а вот в 4-ю волну пациенты привитые становились на диспансерный учет по поводу возникновения нового заболевания практически в 2 раза реже, чем непривитые пациенты. В 5-ю и в 6-ю волну риски выросли среди привитых пациентов, и несмотря на то, что они были ниже, чем среди непривитых, статистически значимых различий между группами, к сожалению, не было. В когорте привитых пациентов бустерные дозы получило 73% пациентов, но хотим отметить, что бустерные дозы они получали преимущественно во время 3-й и 4-й волны. Во время 5-й и 6-й волн бустерные дозы получили только по 3-4% пациентов. Эффективность вакцинации, получивших 3 и более доз вакцины, была существенно выше, чем получивших только 2 дозы волны. Во время 4-й волны, во время 5-й волны различия были незначимыми. Так, во время 4-й волны заболеваемость пациентов, получивших 3 и более доз вакцины, была в 3,6 раза ниже, чем у непривитых, в то время как у получивших только 2 дозы вакцины она была ниже, лишь на 22%. Вакцинация 3-мя дозами вакцины позволяла предотвратить по 82 случая на 1000 привитых у тех, кто получил бустерные дозы, и только на 27 случаев на 1000 пациентов у тех, кто не получил бустерные дозы. Во время 5-й волны различия не были существенными. На данном слайде мы сравнили коэффициенты эффективности у привитых различными схемами в отношении предотвращения первого, последующего случая в коронавирусной инфекции и пневмонии коронавирусной этиологии. В 4-ю волну мы видим выше эффективность и в отношении первых и последующих случаев коронавирусной инфекции и в предотвращении пневмонии коронавирусной этиологии. В 5-ю волну мы видим только выше эффективность у привитых тремя и более дозами вакцины в отношении предотвращения пневмонии коронавирусной этиологии. Коэффициент эффективности был почти в два раза выше. Действенность вакцинации в группе лиц, получивших 3 и более доз вакцины, была выше во время четвертой и пятой волн в предотвращении пневмонии. Во время четвертой волны она была значительно выше в предотвращении хронических заболеваний. Разницы мы практически не увидели для летальных исходов, потому что она и так, эффективность приближалась к 100% и в четвертую и в пятую волны. Таким образом, выполненная в феврале июня 2021 года вакцинация с использованием двух тоз вакцины с последующей ревакцинацией 70% привитых была эффективна на протяжении четвертой и пятой волны. На шестую и седьмую волны различия между группами были статистически незначимы, вероятно, в том числе в связи с низкой инцидентностью. По большинству анализируемых параметров эффективность и действенность вакцинации в группе лиц, получивших 3 и более дозы вакцины во время четвертой и пятой волн, была выше, чем в группе привитых двух кран. Я благодарю вас за внимание и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.